всем привет с вами хвостович александр ведущий проект америка для успешных и мы я с вами другом с пашей едем с венис бич там можете посмотреть других видео будет как мы гуляли вот и последний раз я здесь был и записывал девять месяцев назад приблизительно так паш тогда занимался актерством ушел с основной работы мы снимали я показывал сюжет как он класс у него проходит его актерский рассказывали про всякие направления как здесь стать актером ну прошло 9 месяцев интересно что у паш поменялось и каким выводом пришел как актерская работа где он успел поработать но и так далее чё паша можешь рассказать что я могу рассказать вернулся на основную работу мы даже не знают они фолтайм получается 3-4 дня в неделю потому что конечно на начальной когда пока актерство приносит маленькие деньги и полагаться на актерство как на работу но по крайней мере моем случае а что ты делал вот какая специфика была твоей работы какие роли тебе давали что надо было чтобы роли принципе скажем незначительное совершенно разное зависимости от сериала то есть снимался очень многих проектах роли абсолютно не не за какой-то а какие-то самые яркие наверно моменты вот это вот работа пока так актером работал сколько у тебя по деньгам примерно где-то наверно около 800-1000 месяц очень мало это очень на данном этапе вот и в принципе я уже больше не занимаюсь этим потому что как опыта там принципе особо не наберешься то есть я сейчас стараюсь каких-то сниматься в своих проектах каких-то школьных с ребятами снимаю но в актерскую школу ты до сих пор ходишь до сих пор хожу мне еще нравится для души для души скажем пусть даже это не приносит денег но это стим стимулирует что ли тебе знаешь после работы даже ты знаешь что ты поедешь в актерскую школу и что потом на этой работе не произошло ты знаешь что ты великолепно пройдешь время и будешь заниматься любимым делом пусть даже но эти делами деньгах это просто очень классно очень интересно для меня какие самые яркие вот моменты пока ты работал я так понимаю это были второстепенные роли или массовки да и массовки были незначительные роли были такие скажем спики а вот но интересно было сниматься я даже не понял как назывался фильм он должен выйти уже скоро с кевином костнером вот я там играл предводителя команды можно сказать так там спортивный фильм и кевин костнер тоже играл главного тренера вот интересно было с ним пообщаться такой интересный дядька простой очень любит выйти просто поговорить со всеми актерами просто пообщаться о жизни всегда интересно посмотреть на человека который кажется на экране что-то такое недостижимое там как бог на все эти голливудские звезды да 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 на самом деле это обычный человек который просто работа скажем так по найму говоря ведь это актерство это работа по найму тебя нанимают чтобы осуществить какую-то задачу осуществляешь у тебя есть свой портфолио смотрят что ты умеешь какой опыт был это все наемная работа просто с большими зарплатами скажем так каких звезд ты еще видел ну скажем из таких крупных я больше по сериалам снимался и там ну я снимался в известных сериалах и даже если честно я сериал не очень смотрю популярны такие как как how I met your mother вау а вот вот такой вот я сейчас даже не знаю кто там снимается какие люди потому что вот заоида шанел не раз снимался вот она кстати в жизни выглядит намного хуже чем на экране ну как-то как-то вот так много было интересных интересных работ интересных проектов это довольно в принципе тяжелый труд на самом деле это кажется что вот все эти актеры вышел на экран там поулыбался поплакал вот и получился в Оскар и пошел домой вот ну на самом деле ну конечно если ты играешь продавца не знаю там сигарет в магазине и твоя роль длится ровно две секунды это конечно легко но отыграть фильм какой нибудь скажем драмы отыграть хорошо это очень тяжело и это требует огромных усилий над собой и скажем не всегда эти усилия даже ведут к чему-то хорошему в плане здоровья но я слышал что актеры вот тут прям на сете бывают по 14 часов там и не спят и там ну просто там я один раз снимался 16 часов 16 часов 16 часов был съемочный день с ума сойти вот но дело я не говорю про физические какие-то скажем нагрузки вот что в принципе тоже конечно есть я говорю именно про психологические вот например когда человеку нужно какой-то допустим фильм там например пролетая на глюзду кукушки в общеизвестном фильме и чтобы сыграть роль главного героя ну нужно быть просто сумасшедшим а чтобы показать это на экране чтобы это было ты на самом деле должен быть сумасшедший вливаешься в это и поэтому очень совершенно не редкость когда звезды лечатся в психологических клиниках ходят к психиатрам и так далее потому что не потому что они там наркоманы или какие-то там еще дурные потому что иногда чтобы сыграть одну или другую роль нужно на самом деле испытать те проблемы которые спитывает персонаж и ведь когда заканчиваются съемки ты же не можешь просто щелк и переключился это в тебе остается тем более ты этим жил там год снимается кино или два конечно конечно это на самом деле тяжелый труд ну хорошо то есть сейчас у тебя актерство уже не основной заработок ты вернулся в принципе у меня не было скажем основной вот то есть это как бы вспомогательный заработок ага ну а сейчас я просто решил вернуться на работе потому что мне предложили очень хорошие условия очень хороший график ага вот который позволяет мне заниматься так же и актерством и при всем при этом зарабатывать ну а так не в подробностях но если не секрет чем ты вообще занимаешься ну сейчас основная моя работа это я администратор дома скажем где живут люди с децибелл в калифорнии это очень неспопулярный бизнес потому что каждый человек с децибеллитизм получает тысячу долларов в месяц от государства просто пособие скажем так то есть налоги идут людей на содержание людей неблагополучных там безработных каких-то инвалидов с точки зрения психически нервозащих с точки зрения логики это конечно не совсем правильно я так и всем понимаю почему если человек сошел с ума на почве наркотиков почему ему должны платить деньги ага еще содержать бесплатно кормить и с этим у человека бесплатно все медобслуживание таблетки еда ну все абсолютно все бесплатно кровать я не совсем понимаю этой логики но с точки зрения бизнеса это хороший бизнес вот например у нас допустим грубо говоря 60 человек вот в месяц тебе капать 60 тысяч рублей ага вот ну конечно ты их содержишь ты там кормишь поешь ухаживаешь за ними там и так далее но это бизнес хороший то есть а на карманные расходы им тоже это отдельная сумма выделяется на карманные расходы ну рент у них тысяча остальное что остается у них после чека им это на карман как правило это 130 долларов в месяц 130 в месяц ага то есть они на эти деньги ну кто что кто покупает наркотики кто пушит макдональдсы кто покупает сигареты то есть государство вкладывает деньги в их содержание в эти здания эти здания обязуются обеспечить им жилье уход все это скажем конечно у каждого такого бизнеса обязана быть лицензия это не просто открыл дом и вот положил к себе какого-нибудь дядю с децибеллити то есть все это очень на довольно высоком уровне то есть проверки постоянные ты должен рапортовать каждый шаг что допустим у человека не знаю заболела там печь у него поехал в госпиталь и ты обязан рапортовать объяснить что ты сделал отчитаться о проделанной работе то есть это довольно тоже в принципе тяжелый труд но в калифорнии это очень популярно я не буду судить за другие штаты ну да я первый раз это слышу насколько я знаю в других штатах такого нет да 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 но в калифорнии это называется bowling hair это цепь зданий и их просто здесь тысяч есть есть например конечно более высокого класса такие boarding hair я считаю работаю в низшем классе где у людей вообще ничего нет кроме этого бывает такое что скажем пока это семья это как rehab уже получается даже не то что rehab тоже может быть boarding hair но которая представляет более скажем услуги высокого уровня само здание например находится в очень хорошей эре вот и там например есть и бассейн и там более хорошая еда скажем больше персонала ну скажем такие вещи но например там вреда стоит там 5 тысяч ну у человека есть очень много богатых людей например богатых родителей у которых сын идиот наркоман вот и они вот помещают его в такой дом и платят за него 5 тысяч в месяц рент ясно вот ну слушай ясно с работы ну ты и с актерством и с тем что сейчас занимаешься а сколько ты уже в штатах аж в январе этого года четырнадцатого было два года вот здесь два года как у тебя вообще отношение к Америке там ты вроде ну уже здесь освоился вот какие-то впечатления вообще по жизни о жизни в штатах может быть ну скажем до того как я сюда приехал я здесь ну в смысле вот последний раз я здесь был два раза но ты честно сказать эту Америку ненавидел 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 да ну наверное больше потому что как-то скажем может даже с какой-то детской точки зрения я закрывал глаза на все прелести которые здесь есть ну я когда с тобой просто скучал по друзьям скучал по дому и не хотел видеть того скажем что мне здесь предлагается и что я могу здесь иметь просто я когда с тобой общался когда ты приезжал первый раз я просто помню что ты ну ну не видел Америки ты просто рассказывал что вот я торчу здесь постоянно там сутками что не делаю то есть то как-то я очень много работал вот у меня была скажем одна цель заработать денег да по work and travel ты был да и я работал ну процентов восемьдесят всего времени то есть спал просыпался работал ложился я почти ничего не видел никого не видел кроме работы да то есть конечно это наложил какой-то психологический отпечаток и по истечению 3-2 месячного срока все что я хотел это уехать мы же вообще ничего не хотели вот ну закончил университет надо было работать дома дома да и как-то немножечко окунулся в реальность да вот то есть я приехал сюда у меня не было каких-то розовых очков я знал что здесь никому нафиг не нужен что таких здесь как я миллионы вот ну как-то постепенно как-то маленькими шишками как-то все больше и больше утверждаешься утверждаешься больше зарабатываешь денег едешь на лучших машинах то есть ну как-то все все постепенно в любом случае когда уезжаешь в какую-нибудь другую страну в большинстве случаев это дело шаг назад потому что ты едешь в место где у тебя нету твоего дома где нету друзей и родителей где ты никого ничего не знаешь все чужое все другое вот то есть это шаг назад но этот шаг назад позволяет тебе что-то что-то в плане какого-то разгона трамплина знаешь то есть хоть ты делаешь шаг назад один раз но потом ты начинаешь идти быстрее и как-то увереннее ну то есть я в принципе не жалею что я уехал сказать что я там как вот многие там бьют себя в гру там Америка лучшая страна в мире и все я тут самый-самый мне очень много чего не нравится в Америке вот но просто каждому человеку мне кажется который уезжает он должен просто определить свои приоритеты в жизни и сходить из этого ну то есть например есть масса людей которым в принципе не надо иметь много денег не нужна машина которым ничего не надо важно просто вот быть со своими как-то вот родными со своими близкими не знаю там проводить с ними время и это вот у них скажем самая главная жизненная ценность ну тогда наверное уезжать не стоит потому что ты все это теряешь и приобретать это заново ну это требует времени вот то есть важно определиться с тем что тебе в жизни надо и уже тогда от этого отталкиваться а из того что вот сейчас тебе что нравится в Америке что какие вот моменты ты можешь назвать что вау да вот это мое мне нравится в Америке что ну вот скажем всегда слышно что вот в Америке больше возможностей вот скажем не все наверное понимают что за этими словами стоит вот но просто если объяснить просто в этой стране ты можешь сделать что-то больше ты можешь быть актером ты можешь быть не знаю пойти работать с Coca-Cola статьи ты можешь открыть свой бизнес сколько бы нелепым ни было и работать то есть здесь ты никогда не задумываешься о том можно это или нельзя то есть например в Беларуси ты постоянно думаешь о каких-то там налоговых проверках о какой-то непонятных каких-то там прибылях черных схемах или не знаю там например ну вот эти вот курс доллара постоянно это какая-то непонятная вещь то есть здесь очень многие проблемы их просто не существуют ну то есть климат для зарабатывания денег здесь намного приятнее скажем так я конечно не говорю что в Беларуси всегда зарабатывают деньги или в России наверное и в Украине в Восстании везде есть богатые люди и прибыльные бизнеса и так далее ну просто там наверное быстрее можно заработать быстрее большие деньги но это не всегда будет честный способ ну это уже знаешь не будем уже это обсуждать скажем честно не честно потому что каждый идет своей дорогой вот ну ну скажем здесь ну я работаю я у меня две новые машины салона хотя есть только два года то есть и и в принципе здесь это даже не ценится то есть если бы например мне в Беларуси подарили новую машину когда учился в университете я бы там не знаю наверное бил себе с телеки от радости здесь это как-то ну пошел купил машину новую салону ну окей молодец то есть какие-то вещи скажем такие которые очень высоко ценятся среди людей там здесь это совершенно нормально и а что а что ценится в Америке ну в Америке насколько ну как мне кажется очень ценится семья семейная ценность то есть особенно среди американцев вообще среди именно католических американцев ну у меня что в Америке ценятся еще деньги то есть деньги деньги движут Америку ну то есть здесь за деньги можно все в принципе как и везде наверное но здесь деньги это это наверное самое самое важное я вот не знаю наверное из моего опыта я могу сказать что мне кажется что в Америке очень ценятся умные люди вот умные люди и необычные экстраординарные люди которые могут как-то по-другому увидеть мир и что-то в него привнести изменить сделать лучше как изобретатели ученые хорошие политики хорошие программисты врачи каждый человек который наверное у него есть какие-то таланты задатки он их развивает он по этому пути идет это в Америках в Америке ценится то есть если ты умный человек и ты вращаешься в таком кругу тебе будут способствовать тебе будут говорить да давай сделай ты даже если ты где-то боишься сделать первый шаг тебе будут говорить пробуй знаешь мы там поддержим поможем то есть вот эта вот индивидуальность и ум ну мне кажется вот в Америке даже ценится больше чем деньги деньги приходят уходят но люди которые здесь реально что-то понимают и специалисты и смыслят им готовы платить огромные деньги ну на самом деле таких людей крайне не много потому что я в силу своей работы очень часто общаюсь с разными представителями госорганов там social security департаменты там налогами и так далее и бывает ну просто поражаешься что как человек может работать в таком месте потому что ну московный просто ха ну просто да ну и при всем при этом как-то у всех ездят свои машины дома как-то все зарабатывают и здесь просто намного больше контрастов и это очень сильно пьет в глаза потому что скажем в Беларуси тоже ну я не знаю я думаю что и в России и в Украине и в Казахстане и так далее все то же самое не так много различных слоев ну то есть как-то все более однопланово что ли и здесь же просто миллиард оттенков как людей так и работ и зданий и общекультурных ценностей то есть ты просто в таком огромном салате вот и поначалу это тихо потому что ты привыкаешь к чему-то одному ты смотришь на вещи через одну призму а тут этих призм просто немеряко мы сегодня на Веннис Бич были хороший пример этого катается там люди всех раз там черные, белые, желтые возрастов они ездят на скейтах там пацан лет 12 подпрыгивает на этом скейте а тут и прямо рядом сидят старики с газетами читают газеты там рассуждают о своей жизни а еще дальше там сидят парни слушают музыку и по запаху слышно что курят траву а еще дальше как бы стоит полиция и это все как-то вот ну вот контраст просто я не знаю какой-то просто нашпикованный иголками там фрик весь в пирсинге в татуировках может быть бандит непонятно ну и тут же идет там пожилая пара и все как-то сосуществуют вот и это здесь безусловно ну это я считаю что это просто одна из таких сильных сторон этой страны поначалу лично меня это очень даже бесило то есть я скажем когда я сюда приехал у меня были очень консервативные взгляды на жизнь вот но потом ты просто к этому привыкаешь и ты понимаешь что в принципе кто бы здесь ни был сколько здесь национальности расы типов людей и так далее не было тебя же никто ни к чему не обязывает и ты общаешься с теми людьми с которыми ты хочешь ты едешь туда куда ты хочешь и никто никому никогда ничего не навязывает это я помню прошлый раз когда здесь мы были на пляже на ведисбе то еще встретили ирландца он весь в татухах у него нет он весь в пирсинге там у него туннели он такой весь грязный и он с такой же какой-то подругой и мы начали с ним общаться он такой да я сюда приехал в штаты и сейчас он без работы он просто просил денег на поесть и а зачем уехал я говорю а там скучно здесь весело ну человек вот жизнь просто прожигает и у него ни работы ни черта нет ему спрашивают а как ты живешь хорошо я хорошо живу пошел поспал на пляже покупался помылся побродяжничал набрал на поесть классно живу и когда я спрашиваю слушай ну как так он говорит ну вот мне так нравится жить а я спрашиваю ну а какая страна лучше там было лучше или в Америке он говорит в Америке по любому лучше у меня в голове это тоже до сих пор не укладывается когда я вижу даже каких-то ребят там играющих на гитарах которые уже бродяжничают я вижу их путь там через 20 лет они наверно будут где-то уже такие заросшие мохнатые бездомные лежать никогда не знаешь они могут через год выступить на кроме и выпустить пластик на липу ну да это тоже правда что такое делают да это безусловно есть как тебе общение с местным населением тяжело дается общение не тяжело отношения с ними строить ну отношения строятся в принципе нормально ну то есть ну у каждой конечно страны у каждой национальности свои какие-то заморочки вот ну если это рабочие отношения то рабочие есть рабочие то там уже в принципе люди конечно делятся просто на категорию адекватные и неадекватные есть люди которые не умеют почитать до пяти и с ней приходят и делают бизнес какой-то вот ну а в плане личных отношений ну конечно скажем ты когда вырос в одной стране у тебя менталитет этой страны и ну конечно порочи наши отношения допустим со своими соотечественными скажем так вот но у меня есть ребята вот у нас уже в моих классах там почти все американцы вот и как-то если скажем у людей есть общая тема общие интересы то неважно из какой они страны абсолютно неважно потому что приходя в класс в свою школу актерского мастерства я же ни с кем не обсуждаю бизнес или деньги мы говорим на те темы которые понятны всем которые всем интересны вот и общение конечно складывается нормальное то есть важно просто найти группу людей которые будут разделять твои взгляды на жизнь твои интересы вот и все понятно там уже в принципе неважно откуда они сами будут понятно хорошо паш спасибо за интервью будем следить за развитием событий все всем спасибо с вами был Хвастович Александр ведущий проект Америка для успешных и Павел всем пока